Давайте! Я попрошу вас всех председать социальную дистанцию. И, пожалуйста, если можно, тишину, потому что мы хотим высказаться по очень важным пунктам, касаемо вашей безопасности, безопасности жителей города и гостей, которые к нам приезжают. Значит, уважаемые бельчане, как мы вам говорили в субботу, я повторяю сегодня. Мы пошли сегодня на встречу всем жителям города Бельц. Для того, чтобы мы понимаем, что тысячи сообщений, которые от вас получалось, что мы не умрем коронавирусом, мы умрем от голода. Мы пошли на встречу. Пошла на встречу вам комиссия, которая в субботу проголосовала. Да, вы все видели, что врачи голосовали врачи в субботу. Как вчера, после того, как им провели профилактику с Кишинева, позиция у них поменялась. Но! Вы должны сделать все, чтобы не поменялась позиция у вас. Что я имею в виду? Значит, присутствует комиссар города, где он, как представитель полиции, отвечает сегодня и за порядок, и за безопасность в городе. Вместе со всеми полицейскими, которые работают наравне с врачами, спасателями и другими службами. Мы вас очень просим, что те пункты, которые мы проголосовали сегодня, эти пункты, часть касается администрации рынка, часть этих пунктов касается именно вас. Я их еще раз зачитаю вам, чтобы не было потом какой-то неправильной интерпретации. А именно, нужно соблюдать все нормы по снижению распространения инфекции COVID-19. А именно, первое, соблюдение социальной дистанции. Соблюдение дистанции между торговыми местами не менее двух метров. Не три, как говорили вчера, а два метра. Практически все попадают под этим. Мониторинг состояния здоровья коммерсантов и работников. Обеспечение нанятого персонала защитными средствами. Это рынок. Обеспечение дезинфицирующими средствами на входе. Это тоже все господин Влас организовал. Обработка поверхности дезинфицирующими средствами и обеспечение режима влажной уборки не менее трех раз в день. Это тоже вопрос рынка. Но я вас умоляю, не подставляйте нас, потому что, если, не дай бог, безалаберность некоторых приведет к тому, кто-то не будет соблюдать их дистанцию, кто-то захочет торговать без маски, произойдет следующее. Мобильные группы будут продолжать свою работу. Куда входят представители, примарии, полиции, всех служб. По закону полиция обязана штрафовать за несоблюдение этих правил. Давайте честно признаемся, что тут нет каких-то сложных требований, которые вы бы не могли соблюдать. Но когда выходит сегодня господин Батыр, руководитель Центра семейных врачей, который говорит, что я голосую против, потому что люди вот стоят на улице, я видел на рынке, они не соблюдают социальную дистанцию. Многие ходят без масок. Как можно сегодня пойти людям навстречу, многие из которых не хотят даже вот эти элементарные требования соблюдать. Поэтому, если все эти требования будут соблюдаться, вы продолжаете работать. Никто вам мешать не будет. Никто не будет придумывать какую-то зацепку для того, чтобы вам помешать работать. Но если вы эти требования соблюдать не будете, родные мои, нам придется рынки закрыть обратно, потому что сегодня вот здесь присутствует господин Ротарь, главврач, директор Бельской клинической больницы, где врачи работают на изнеможение. Мы не открываем рынок для того, чтобы перегрузить и без того сложную ситуацию, в которой находятся врачи сегодня и в Бельской клинической больнице, и по всей стране. Поэтому, дорогие бельчане, еще раз, если мы идем по этим пунктам, мы идем. Я не буду слушать Кишинев. В Кишиневе, если у них проснется совесть сегодня-завтра, они сами отменят свое предыдущее решение и откроют и Кишиневский рынок. Потому что мы это решение приняли для людей, а не для работников примарии, какой-либо политической партии или какого-то там начальника в Кишиневе. Это решение было принято для вас. Поэтому я очень надеюсь на ваше понимание, а самое главное на вашу ответственность. У нас сегодня есть уникальный шанс стать образцом для всей страны, что в Бельцах у нас порядок и все происходит так, как надо. Пожалуйста, не подводите нас, потому что господин Ротарь сейчас в 11-м, да? Умер один из бельских врачей, который спасал людей. Вы знаете, умер господин дорогой. Это мой сосед был. Дорогой. Значит, умер 12 часов, этого врача будут сегодня хоронить. Врач, который спасал в течение почти 30 лет жизни людей и спасал их до последнего момента. И умер он, к сожалению, от этой самой инфекции. Вы понимаете, люди умирали на рабочем месте для того, чтобы было будущее у вас, у нашего города и у всей страны. Они не написали заявление об увольнении по собственному желанию, не ушли в отпуск для того, что они стояли для того, чтобы спасать людей. И сегодня по имя вот этих и господина дорогого, царствия ему небесных, и по имя тех, которые вкалывают по 20 часов в сутки, каждый на своем рабочем месте, вы должны сегодня соблюдать порядок. Иначе это будет просто пощечина и в сторону врачей, которые вкалывают круглосуточно, и в сторону всех тех, которые вас поддерживают. Спасибо. Спасибо, что вы нам помогаете. Вы самый замечательный мэр во всей Молдове. Мы вас не подведем. Господин Ротер, директор клинической больницы, он вам скажет несколько слов, чтобы вы понимали, в какой ситуации находится. В чем Ротер? Уважаемые жители нашего города, я хочу вам сделать маленькую такую информацию, что мы имеем на настоящий момент, и что зависит от меня, что зависит от моего коллектива, и что зависит от нас всех, которые находятся в этом городе. На сегодняшний момент, последние две недели понемножку мы идем на увеличение количества больных. Сегодня у нас в больнице находится 170 больных, из них 110-109 подтвержденный диагноз, а остальные только находятся в больнице для подтверждения. Есть больные в тяжелом состоянии, определенная часть, половина из них легкая форма. Что могу сказать, что легкая форма этого заболевания больной не чувствует. И он находится среди нас, он может приходить к вам на базаре, может приходить в гости. Но если мы не будем соблюдать правила, которые говорил господин примар, если мы не будем соблюдать те нормы, которые нужны, мы в конце концов увеличим это количество больных. Я дам информацию каждый день, что у нас есть и откуда, с какого участка поступают больные. Конечно, для нас лучше, чтобы вы старались быть дома как можно больше времени, чтобы вы соблюдали все нормы. А мы, чтобы работали и было бы меньше больных, чтобы могли оказывать тем, которые есть, необходимую помощь. Сейчас мы имеем больных с Фалешт, с Гладян, с Сорок, Рыжкан, с Дроки. Все вокруг ближайшие районы. Эти люди будут приходить к нам, будут приходить к вам. Поэтому, если принято такое решение, я прошу, чтобы вы все соблюдали необходимые нормы. Просто это будет видно. Завтра утром информация будет и будет всем на виду. Думаю, что вы поймете правильно и не подведете примаря, и не подведете самих себя. Значит, еще раз, чтобы не было никаких. А такой вопрос, полиция не будет штрафовать, если вы выйдете? Значит, полиция будет штрафовать? Сегодня полиция ходила по рынку, мы вышли на Пайдубал, очень маленькая коллекция. Вот комиссар города. Внимание, ребят, Диманков Уйтоль. Продолжение следует... ...этоo interpreте заботы в результате, коей одно, которое ведет forma как бы в себе, и не подведите. По первому слову, я хочу сказать, что их находятся в Комиссии Фраординарии финансовой оборудомцы, который регменты и правительство. Маскар gentle это ноября, что во transmission, ноuruфая. Да, вы объяснили, что теперь будет разъединение. По словам, я хочу сказать о других. Мы рекомендуем и вам рекомендуем чтобы вырабатывать стричь нормы которые были impусы от в Комисии Централии как и в Комисии Централии, потому что специалисты, мембрии в Комисии Централии заявляют стричь и кларь все нерегули и неазонтурные которые были стабильны. Если мы не раздражаем, мы самим мы сами которые вызываем фокалии и вызываем инфекции адапт. Я зимой коллаборез с медицинами и я знаю, что ситуация реальна в Комисии Централия Потому что, в Комисии Централии не только они коммерческие и не только они которые вы понимаете, но и очень хорошо так, и цены такие люди которые в Комисии которые милы в Комисии что-то дефекты, какие-то другие. Дефекты, которые в зоне из них, которые учатся от интереса Дальше, которые считают, что они не верятны, не проверяя, не верятны. Они могут быть infectаны, потому что, когда человек, врачи, 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 и врачи, когда они были тестированы, и медицей, врачи, и врачи, Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода Игорь Негода